Всем привет! На группам этапе Лиги Европы приняло участие 48 команд. 24 участника успешно преодолели этот барьер. Английский Арсенал и Лестер, немецкий Хофенхайм, итальянская Рома, чешская Славя, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, португальская Бенфика, испанская Гранада, голландский ПСВ, португальская Брага, французский Лиль, итальянский Милан, испанский Вильяреал, бельгийский Роял Антверпен, английские Шпоры, хорватская Динамо и сербская Цервейна Звезда. Шесть команд выйдут после шестого тура, и ещё восемь команд присоединятся из Лиги Чемпионов. Последние результаты группы А некоторые клубы удивили. ЦСКА София в последнем туре побеждает лидера Рому 3-1. Отметим, что римляне в первой игре потеряли очки с этим клубом, сыграв 0-0. Али Соу из Гамби забил дубль. В следующей игре решалась судьба второй путёвки в 1-16 финала. Ян Бойс в драматической игре вырвал волевую победу в компенсированное время у румынского Калужа 2-1, забив на 93-98 минутах. Бывает ли такое? Прям финал МЮ Бавария. Это была равная игра. Две предыдущие встречи клубы между собой сыграли в ничью. Добавлю, что по красным карточкам победили гости 2-1. Финальная таблица выглядит следующим образом. Рома финишировала первые 13 очков, получив первое поражение в заключительной игре. В ней же и пропустив больше всего голов, чем за весь групповой этап. Ян Бойс набрал 10 баллов и вышел в 1-16 финала. Калуж и ЦСКА прекратили свои выступления. В группе Би Арсенал вновь отгружает соперникам 4 мяча. Воезная победа над Дандолком 4-2. Три раза канонеры забивали своим соперникам по 4 мяча. Ирландцы не побеждают на своем поле 2,5 месяца. Рапид и Молды решали, кто отправится в корзину несейных перед жеребьевкой. Ничья вывела норвежцев в плей-офф 2-2. Хотя австрийцы в два раза превозошли соперника по всем параметрам. Магнус Экрем забил в третьей игре подряд на его счету дубль. Таблица. Арсенал первый, 100% результат, 18 очков в тяжелейшей группе. Молды занимает вторую позицию. Рапид и Дандолк отсеялись. Группа Си. Байер в борьбе за первое место разгромил Славию 4-0. Ливеркузенцы 9 игр в различных турнирах не знают поражений. 8 побед и 1 ничья. Ямайца Леон Бейл забил дважды. В последнем туре победили два израильских клуба. Первым стал Хапуэль Берешева, обыгравший Ниццу 1-0. Французы не могут победить полтора месяца, 6 поражений и 1 ничья. Таблица Байер занял первое место и попал в корзину Сейных перед жеребьевкой. Славия стала второй. Хапуэль Берешева и Ницца заранее покинули Еврокубки. В группе Ди все ясно оставалось определить победителя квартета. Стандарт Бенфика 2-2. Три португальские команды за 18 игр уступили только два раза. Отсюда и хороший прирост в таблице УЕФА. В частности, Лиссабонцы имеют шестиматчевый беспроигрышный отрезок. Вновь забивает Пиццы. Полузащитник отметился шестым голом на группном этапе. Лех уступил Рейнджерсу 0-2. Каждый тур мы отмечаем великолепный отрезок шотландцев, которые не проигрывают ровно 4 месяца. Это 25 игр подряд, среди которых были победы 8-0 и 5-0. Таблица. Лидеры ни разу не проиграли. Рейнджерс набрал 14 очков, а Бенфика 12, забив 18 мячей. Бельгийский Стандарт и Лех попрощались с этим сезоном. Группа 5 и еще один разгром. ПСВ Аммония 4-0. Напомню, в первой игре голландцы вырвали победу лишь в компенсированное время. Два мяча на счету игрока местной команды Пи Ру. Эндховен имеет 7 матчей без поражений. ПАОК и Гранада повторили результат второго тура 0-0. Испанцы таким образом упустили первую строчку, которая сорвалась с крючка. Гранада с учетом игр Ла Лиги не побеждает в четвертой игре к ряду. ПАОК и единственный представитель Кипра Аммония покидают турнир. В группе Ф перед заключительным туром претендовало на выход три команды. Наполе не удержал победу, срелся с Едадом 1-1, пропустив на 92-й минуте. Видите, так делают не только наши клубы. Справедливости ради скажу, что лидер Примеры на порядок был лучше хозяев поля. Интересно получается. Сан-Себастьянцы пятый матч к ряду свели в ничью. АЗ нельзя было проигрывать, но автор сказал вначале, что некоторые клубы удивили. Риека в ничего не значащем для себя матче одолела голландцев и выбила их представителя из Европы. Для России это хорошо, учитывая какой большой интерес сейчас к таблице УЕФА. Отмечу, что гости последние 25 минут доигрывали в меньшинстве, а победный гол был забит в компенсированное время. Таблица. Наполе 1-й, 11 очков. Реал Соседат 2-й, 9. Клуб забил лишь 5 голов за 6 туров. АЗ 3-й и лишается шансов на дальнейшую борьбу. В дальнейшем убедимся, что 8 очков для выхода мало. Минимум нужно 10. Риека одержала первую победу, задобрила своих фанатов и ушла. В группе Джей были зафиксированы два подобных результата. Брага прервала победный порыв Зари 2-0. Клуб впервые за месяц пропустил два мяча в одной игре. Португальцы хороши в этом сезоне, да и в прошлом тоже. Все три команды синхронно вышли в плей-офф. Добавлю, что коллективы встретились в четвертый раз за два года. Две победы у Браги и две ничьи. Лестер Сити в начале игры сделала результат с Айком 2-0. Лисы по ходу игры не позволили Орлам ни разу пробить в рамку собственных ворот. Греки получили третье фиаско подряд. Таблица. Лестер и Брага набрали по 13 очков, но выше оказались англичане. Заря стала третьей 6 баллов. Давайте признаем, что группа была сложной. Второй греческий клуб вылетает. Группа Эч. Селтик одержал первую победу над лидером квартета Лилем 3-2. Напомню, что команды, которые обеспечили себе место в плей-офф, приезжают неосновным составом. Лиль ни разу в группе не победил этот гордый клуб. Шотландцы отпраздновали первую победу за месяц. Спарта проиграла Милану 0-1, зная, что выше третьего места не поднимется. Последний раз клубы играли 16 лет назад в Лиге чемпионов, где в 1-8 финала сильнее оказался Милан. Таблица. Милан, Лиль досрочно пробились в плей-офф, получив по одному поражению. Спарта стала третьей, а вот Селтик неожиданно записался в аутсайдеры. Нам осталось посмотреть еще 4 группы, а мест в плей-офф осталось 2. Группа Ай. Макаби Тель-Авив. В ключевой игре с минимальным счетом переграл турецкий Севаспор и выбрался в 1-16 финала. Турки лишились всех команд в Еврокубках. Матч Вильяреала и Карабаха был отменен, скорее всего, азербайджанцам присудят техническое поражение. Таблица. Вильяреал первый 13 очков, 0 поражений. Макаби Тель-Авив становится 23-м участником плей-офф. Севаспору немножко не хватило. Карабах при любом решении у Ефа останется последним. Результаты и турнирное положение 10-й группы. Тоттенхэм переиграл прямого конкурента Антверпен 2-0. Этот счет отражает удары по воротам гостей. 2 удара и 0 в створ ворот. Шпоры взяли реванш за поражение в первой игре. Команда Мауриньо набрала ход, лидирует в премьер-лиге и имеет беспроигрышный отрезок из 9 матчей. Лудогорец Ласк 1-3. На исход игры повлияло удаление в составе хозяев поля. Напомню, в первом поединке счет был 4-3. Таблица. У Тоттенхэма 13, Антверпена 12. Ласк набрал 10, но в этой группе этого было мало. Лудогорец опозорился, не сумев добыть ни единого очка. 6 поражений из 6 группа Кей. Динамо Загреб и ЦСКА дважды между собой сыграли 0-0. В третьей очной игре хорваты победили 3-1. Все понятно, в их составе забил Гвардиол. Армейцы 6 игр остаются без побед во всех турнирах. Три поражения и столько же ничьих. Вольсбергер деклассировал Фенорд 1-0. Это значит, что еще один голландский клуб не сумел выйти из группы. У Роттердамцев 5 матчей без побед. Таблица. Динамо на первом месте 0 поражений. Пропущен всего лишь один мяч за 6 игр. Собственно, этим может похвастаться ЦСКА. Австрийский представитель в плей-офф. Многие сейчас честно себе признаются, что считали Вольсбергер аутсайдером и пророчили ему последнюю строчку. Два обладателя Кубка УЕФА сошли с дистанции. Фенорду и ЦСКА нужно делать какие-то выводы. В 12-й группе следующие итоги. Хофенхайм победил аутсайдер-агент опять с результатом 4-1. При том, что один клуб давно себе гарантировал первое место, а второй последнее. Максимилиан Байер, автор двух мячей и голевой передачи. 18-летний игрок в этом сезоне провел всего лишь 3 матча, а в двух из них отыграв всего лишь 61 минуту. Его клуб увеличил беспроигрышный отрезок до 6 игр во всех турнирах. Параллельные встречи Слован и Цервина Звезда открыть счет не сумели 0-0. Напомню, в первом поединке сербы разгромили соперника 5-1. Последний раз белоградцы проигрывали в октябре Хофенхайму, с тех пор трижды сыграв в ничью и 9 раз выиграв. Итоговая таблица. Хофенхайм попал в первую корзину перед жеребьевкой. 16 очков из 18 возможных. Цервина Звезда на втором месте. Слован набрал 7 очков, гент 0. Лучшими бомбардирами группового пути стали Пиццы и ЕЗГ из Лилия, у которых по 6 мячей. Кстати, в Лиге Чемпионов Галеадоры также забили по 6 мячей. Галена Избраги – лучший ассистент 5 передач. К вышеупомянутым участникам присоединяются Янбойс Швейцария, Мольде Норвегия, Итальянский Наполи, Испанский Реалса Схедат, Израильский Макаби Тель-Авив и Австрийский Вольсбергер. Из Лиги Чемпионов прибывают обладатели третьих мест. Зальцбург, Шахтер, Олимпиакос, Аякс, Краснодар, Брюге, Динамо, Манчестер Юнайтед. Друзья, рекомендую сейчас посмотреть последнее обновление рейтинга FIFA и жеребьевку Молодежного Чемпионата Европы. Все это на спортивном.